Да. Здравствуйте все, которые присоединились к Zoom. Очень приятно с вами быть. Спасибо за приглашение. Но сразу вначале, извините, если язык заплетается, потому что про эту тему на русском я, в принципе, очень мало говорила. И поэтому мне потребуется немножко времени, чтобы свою мысль так красиво выразить. Так, еще вот тут вот такие задачки. Ну что, друзья дорогие, сегодня у нас такая очень интересная тема про суставы, позвоночник с точки зрения физиотерапевта или глазами физиотерапевта. Можем ли мы избежать хирургических вмешательств? Тут я вас хочу, может быть, даже немножко огорчить, да, потому что не всегда это возможно. Но в большинстве ситуаций, конечно, мы очень-очень много можем сделать сами в пользу своих суставов. И я поэтому для вас поставила первую такую картиночку. и тут вы видите такой как бы треугольник или круг, да. И тут такие три важные точки опора, да. То есть наше здоровье зависит от нашего состояния ума, то есть как мы воспринимаем это все, да, вера, ну, ментальное здоровье и так далее. Это следующий аспект — это тело, о котором мы побольше поговорим сегодня. И, конечно же, это питание, в том числе нутрициологическая поддержка человека, тела и ума. А сначала, да, и ещё я вас прошу, если у вас, когда я буду вам рассказывать, если у вас появляются какие-то вопросы, которые вы хотите уточнить или спросить, вы либо себе запишите, либо тут в чат, наверное, сразу можно положить, да, только я сейчас так поставила, что я, может быть, и не увижу. Ну ладно, да, просто дайте знать. Ну вот, во-первых, у меня первый вопрос к вам. Знаете ли вы, как выглядит сустав? Вот какие самые важнейшие компоненты сустава? Просто в чат, если да, там плюсик, если нет, то минусик поставьте, да, чтобы я поняла, насколько вы продвинуты в физиологии человека или анатомии человека, да, просто минус, да, кто-то не знает, как выглядит сустав и чего состоит. Хорошо. Значит, смотрите, вот так выглядит здоровый сустав, да, это очень схематично, но можно понять, да, что, конечно, сустав образуется из двух конечностей костей, да, конечно, костей покрывает хрящик, да, между вот этими костями там образуется жидкость у нас, да, синеваревальная жидкость, да, и это все эти, ну, концы костей, да, эти хрящики опутывают связочки, да, то есть и делают такую суставную капсулу, да, как сумочку такую, которая удерживает жидкость внутри. Сейчас хочу вам показать, как выглядит позвоночник или кости позвонка, позвонки, да, видите, это уже более-более сложная конструкция тут, да, тут разные отростки, да, такие рогатки и так далее, да, и тут уже вот эти позвонки, когда соединяются между собой, и тут уже достаточно много суставов образуется, да, вот такие маленькие суставчики, которые соединяют верхние и нижние позвонки, и есть вот эти большие суставы, да, видите, это наш знаменитый позвоночник, межпозвоночный диск, и вот таким образом строится позвоночник. Суставы, они подвижны, да, благодаря вот тому, что эти хрящики, они как бы смазываются таким такой жидкостью, смази, да, чуть позже объясню, что это, да, у нас эти поверхности могут свободно скользить друг о друге, да, и мы можем разные движения делать. Тут я вам ещё покажу, что происходит, есть ли какие-то повреждения происходят, да. Я понимаю, что напишите мне, пожалуйста, вот, кто знаком с проблемами суставов, или позвоночник там даёт о себе знать, да, или там плечо, или колено, или у вас всё хорошо, и этот вопрос вас вообще и не беспокоит. Ну, там, ну, не знаю, напишите плюсик или минусик, чтобы я могла лучше понять, насколько глубоко мне вот в эту тему проникать. Так, спина есть, грыжа есть, ага, хорошо, то я понимаю, что, в принципе, акцент мы можем ставить на спинку. Только надо понимать, что суставы, они везде у нас, да, у нас очень много суставов, даже в цифрах не буду называть, более трёхсот, и механика, в принципе, она одинакова, да, то есть условия для здоровых суставов, они практически одинаковы. И ещё нам надо понять механизм, как работает сустав, потому что, когда мы говорим о здоровье сустава, это не только вот то, что внутри там, это не только этот хрящик, о котором мы говорим. Сустав окутан, как вы уже видели в этой картиночке, да, то есть в этой связочной сумочке, но двигаться сустав сам по себе не может, да, нам нужны мышцы. И мышцы, которые идут вокруг сустава с одного кости до другого, да, вот именно благодаря работе мышц происходит движение в суставах. Поэтому на эту тему надо смотреть, ну, шире. Не только вот болит спина, это значит только проблема там, в суставе, да, то есть тут писали, что вот есть, например, грыжа. Сейчас объясню, что такое грыжа и какие первые звоночки, которые могут вообще сигнализировать, что что-то такое уже происходит. Смотрите тут на картину, нижнюю, нижнюю, да. Тогда, когда уже слишком большое давление происходит на межпозвоночный диск, у нас там в серединке, в этом межпозвоночном диске, есть какая-то такая глейка, да, ядро. И вот когда вот это давление уже слишком большое, да, вот ядро начинает как бы выдавливаться. Смотрите тут на картиночку, немножко красненькое становится, да, и вот это кольцо фиброзное, которое удерживает ядро на месте, оно начинает растягиваться. Ну вот пример такой, когда вы надуваете баллон, да, и вот просто берёте в одно место, зажимаете, и там такой пузырёк побольше выдавливается, да, вот примерно такой, в принципе, смесь поживной диска. И если это не исправить вовремя, если это не понять, да, то оно будет давить всё больше и больше, и в один момент это кольцо прерывается, и эта желейка вытекает и давит на корешок нерва. Тогда уже появляются очень сильные боли, и иногда вот даже так, что немеет нога, и человек даже не чувствует ногу, да. В таких случаях, конечно же, быстро врачу, и надо что-то делать, да, но не сразу подскальпель, друзья. Я очень такой живой пример вот как раз именно такой проблемы у меня в жизни это было, когда я утром вставала и грохнулась на пол, да, то есть я абсолютно не чувствовала ногу. И я поняла, что это большие колокола, что-то надо с этим делать, потому что в семье я это видела, что это значит. У меня мама дважды подскальпел лежала, да, то есть делали операцию, но это не панацея, это не исправляет проблему в корень, да. То есть что я начала делать, немножко чуть позже расскажу, но в принципе я сама себя привела в порядок благодаря вот этой триаде, которую я вам показывала. То есть, конечно же, моя мысль была, я буду делать всё, чтобы встать на ноги без хирургического вмешательства. второе, я начала искать упражнения физические, всякие манипуляции, движения, чтобы восстановиться. И, конечно же, слава Богу, в тот момент жизни в мою жизнь пришёл Коралл Клаб и вот эти замечательные продукты. И тут, к сожалению, другие мои пациенты не смогли в это время присоединиться, да, и поделиться, но я вам поделюсь своим личным опытом, да, потому что он у меня такой достаточно серьёзный. Вот чуть-чуть выше смотрите картиночку. Тут стоит как бы спиной отдел, и тут вы видите мышцы. Опять возвращаемся, друзья, к мышцам. Как вы думаете, что же вообще, кто виноват в том, что у нас появляется грыжа? То есть, знаете, напишите, да или нет, вот какая причина грыжи? Знакомый, знакомый, есть проблемы. Если знаете, плюсик пишите, если не знаете, то минусик, да, потому что если знаете, не буду задерживаться на эту тему, если не знаете, то объясню, чтобы всё было понятно. Хорошо. Я так понимаю, что тут со спиной у многих проблем, значит, рассказать надо. В принципе, виновники в этой проблеме — это мышцы, потому что именно мышцы, они сокращаются, и в тот момент давление между костями, то есть в суставе давление растёт. И если у нас такой стиль жизни, что, например, то ли мы сидим криво, например, да, или мы неэргономично работаем, поднимаем неправильно тяжести, не занимаемся регулярной здоровительной физкультурой, то эти мышцы начинают деформироваться. То есть с одной стороны они, тело могут сократиться и уже устать, и больше не растягиваются, больше не расслабляются. А с другой стороны позвоночника, например, да, эти мышцы, они слишком растянуты, да, и получаются вот эти кривые спинки, сколиотические спинки, да, вот в ротации они поворачиваются, да, и вот такие кривые. И вот тогда начинается вот эта проблема с грыжами. Сначала это будет называться протрузия, да, если в описаниях вы читали, да, вот протрузия, когда ещё это кольцо не порвалось, да, но оно уже давит, вот этот пузырёк, он уже начинает давить на нервный корешок. И если в тот момент человек игнорирует эти симптомы, сигналы тела, да, и пьют там ибуметин или всякое остальное, чтобы подавить этот сигнал, да, то организм, он не знает, что делать. Надо ему что-то менять в осанке или не надо менять в осанке. И вот дожидаемся момент, когда там всё трескается, лопается, да, и всё, и грыжа. И чаще всего, да, тогда надо уже более серьёзные методы использовать, чтобы это всё спасать, да. Но, возможно, это всё привести в порядок. И наш самый-самый крутой продукт – это наш белурон. Я так понимаю, что о белуроне мы уже говорили в предыдущих разах, да, поэтому я очень много не буду о белуроне говорить. Но я скажу честно, что это реально спасатель в таких случаях. Почему? Потому что белурон, он такой очень полноценный и быстродействующий, да. Он содержит всё, что нужно, чтобы восстановить вот эту хрящевую ткань, да, там и плюс ещё есть гиалуроновая кислота, которая нам абсолютно нужна для того, чтобы не только хрящик восстановился, но и эта жидкость, которая даёт эту амортизацию, которая питает костные ткани и хрящики, да, чтобы оно там не только дополнительно мы получаем с белуроном, но он организму помогает восстановить, ну, как это, организм сам вырабатывает гиалурон, да. И поэтому я очень-очень советую и своим пациентам, и любым людям, которых я встречаю, которые жалуются на такие проблемы, говорю, проходите курсы, да. Но белурон один сам по себе тоже не всегда может помочь в более серьёзных ситуациях, да. Вспоминаем, что нам надо всегда на все проблемы смотреть чуть-чуть шире, не чуть-чуть, а шире, да. Потому что в здоровье суставов входит, вот, в принципе, всё тело, да, и мягкие ткани, и выработки разных веществ в организме, да. И поэтому самый первый помощник белурону — это, конечно, вода. У нас, слава богу, есть очень разные возможности, да. Это кораллмайн, который мы уже ежедневно пьём, да. То есть в тех ситуациях, когда с суставом проблема, у нас вообще это номер один топ-приоритет думать о гидротации, потому что в противоположном ситуации просто белурон, который мы пьём, не дойдёт до хрящиков, да, и будет как бы такое… Дорогая моча получится, да, поэтому сначала гидротация, и ещё очень важно, конечно же, очищение организма, потому что есть в суставах патогенные организмы живот, они очень с удовольствием тоже питаются белуроном, да, и хрящиками как таковыми. Ну вот, у нас есть аж 500. Аж 500 даже я бы рекомендовала больше попить в этих ситуациях, когда там есть болячие суставы, спина, плечо, любое, да. Потом нам ещё надо подумать о том, чтобы снять воспалительные процессы, когда вообще любое место, когда в организме болит, это сустав или голова, или, ну не знаю, кожа повреждена, любая болячка — это воспалительный процесс. И тогда у нас в помощь приходит босвелия, да. Босвелия — очень замечательный продукт именно в тех ситуациях, когда у нас ушибы, там хронические боли в спине, эти окутные боли, когда появляются, да, когда вот окутные, тогда, конечно, в больших дозировках это надо всё пить. Когда хронические, тогда мы вот на протяжении долгого времени мы вот свою программку пьём там месяца два-три, если надо, и больше, да. Ещё один продукт, который очень нужен в этой коллекции, да, это сера. Так, найду 6, где-то нет, аж 500, потеряла серу. Вот оно. Это сера, MSM. Часть у нас, может быть, серу больше воспринимают и знают как продукт красоты для кожи, волос и ногтей, но сера — это вообще главная составляющая для нашей соединительной ткани, да. То есть это и вот эта поверхностная, и, конечно же, большие суставы, сухожилия и связки, и мышцы, да. То есть, и, конечно же, сера ещё можно другие песни славу петь, но не в нашей теме сегодня. Если ситуация такая, что, ну, может быть, ну, нету на данный момент средств на белурон, то есть очень хороший тоже вариант — это флексикор вместо белурона, да. И к флексикору мы добавляем ещё дополнительное, если нужно, босвелию и водные продукты. То есть либо это H500, либо ещё Ocean Meat, кстати, не поставила картиночку, да. То есть флексикор — это сухой хондропротектор, но флексикор желательно пить, ну, месяца 4, 5, даже 6, да. То есть мы смотрим по своим нужным и по своим возможностям. Но флексикор — это экстракт из бамбука, да. Там тоже сера внутри, что нужно для хрящиков, и ещё там и С-витамин, и ещё несколько хороших составляющих как раз для суставчиках. Что ещё важно добавить? Это, конечно же, витамин D, да. Пьём белурон или флексикор, без разницы. Витамин D всегда надо проверить в первую очередь, да, потому что зависимо от того, какого уровня у нас D-витамин, мы должны добавлять. Перебор D-витамина тоже не нужен. Тогда будет токсическая реакция в организме, да. То есть нам нужна норма. Знаете, какая норма D-витамина? Такая нормальная норма. Если знаете, напишите в чатике. Буду рассказывать дальше. Так, 45, 100, 100 – это очень много. Так, что вы имеете в виду по 2000? Так, ну, в принципе, да, где-то 50-70 – это была бы идеальная норма. Да, ну, 100 – это, ну, много. 70 – это, 50-70 – это самый такой лучший диапазон, да. Потому что если витамин будет слишком много, кальций будет начинать преобразовать другую форму, да. То есть это вот очень связано с усвоением кальция. Так, так что, ну, молодцы, достаточно. Да, вот 70-60 – достаточно хорошо. Знаете, это информировано. Замечательно. Ну вот, про кальций заговорили. Конечно же, кальций прайм – это наш такой новый, уникальный продукт. Это тоже очень-очень важная составляющая, как раз, чтобы не только связки были такие круги, прочные, но и сами кости, да, и работа мышц. Вспоминаем, что всегда смотрим шире, и когда, ну, надо решить проблему суставов, там надо сначала проанализировать всё состояние тела. Обязательно посмотрите в первую очередь на свою осанку. Если видите, что вот есть, например, там, ну, чуть-чуть голова наклонена в одну сторону, да, или вы немножко в ротации стоите, да, то это уже такие первые-первыхые звонки, что идёт неблагополучное влияние на ваши суставы. Это не только позвонок, это и коленки, это и щиколотки. И, кстати, очень часто, когда мне приходят, ну, приходят пациенты, там жалуются, ой, у меня там, я подвернула там ногу, там щиколотка или ещё что-то, то, в принципе, основная работа идёт вот именно на исправление позвоночника и особенно в шайном отделе. Поэтому наблюдайте за собой и старайтесь в совокупности смотреть и делать. Не только вот там пить хорошие продукты, но и идите, пожалуйста, к хорошему физиотерапевту. Идите, не знаю, танцуйте, находите своих специалистов, которые вам помогут исправить осанку, тело, а потом уже всё это поддерживать будете и продуктами, и БАДами, и здоровым образом жизни. И я думаю, что вы уже догадались, что вот Cool Relief, друзья, это как, не знаю, как губная помадка должна быть в сумочке, да, так и Cool Relief дома. Это и скорая помощь, и как бы, ну, такой целительский продукт дома, который на полочке должен быть. Да, и если есть какие-то там, не знаю, ну, боли в суставах, да, тогда нам надо долгосрочно пользоваться этим кремом, не только там, когда погасились симптомы, да, ну, хотя бы месяц помазать эти места. Когда мышцы очень такие спазмированные, да, тогда тоже Cool Relief очень хорошо помогает. Да, ну, на мышцы, конечно, не надо месяцами, да, на мышцы мы наносим в тот период, когда это нужно. И, кстати, вам маленький лайфхак, да, если есть простуда, то тоже можно Cool Relief на шею намазать, да, он охлаждает чуть-чуть, но вот эти ингредиенты, которые там есть, да, там и всякие эфирные масла, и камфора, да, ну, и глюкозамин, и всё это, это только на пользу будет, очень хорошо, кстати, работает, да. Так что вот такая выглядит аптечка для суставов, да. Всё ли надо? Нет, всё это не надо. Выбирайте то, что для вас более актуально, и пользуйтесь, ну, такими комплектами, да. Поймите, что должно быть что-то противовоспалительное, гидротации обязательно, да, и то, которое восстанавливает, да, помогает восстановить вот эти либо мышечные клеточки, да, либо вот эти все хрящики и связочки, да, то есть вот это как бы самое главное. Ну и, конечно же, друзья, очень важно питание, да. Нету смысла пить БАДы, если мы, извините, живём по стилю гамбургера, да, то есть если у нас нормальное, хорошее питание ежедневно, тогда нам БАДы тоже меньше будут нужны, и тогда мы будем очень конкретно, избирательно дополнительно брать то, что нам именно нужно, да. Нам в БАДах жить не надо. БАДы у нас в помощь, в поддержку. Вода, ну, это отдельная история, конечно. Воду мы пьём всегда. И, опять же, хочу закончить своё маленькое выступление, да, чтобы помните, что всё идёт одновременно, то есть у нас должно быть правильное понимание всего, чего мы делаем, почему, зачем, и что я хочу быть здоровым. Мы должны питаться хорошо и, конечно же, своим телом заниматься, да, то есть и ухаживать за ним, и дать ему отдохнуть, и тяжести потягать, да, потому что это всё нужно для укрепления мышц, для укрепления костей. И тогда мы будем красивы, здоровы, долго-долго-долго. Ну, я этим и хочу закончить. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, хотите меня спросить, пожалуйста, пользуйтесь случаем. Спасибо, Эвочка, за такой чудесный, простой, такой понятный рассказ. Для меня ты всегда есть аурацом на садке. Вот, и когда я тебя вижу и вспоминаю, я сразу выпрямляю плечи. Поэтому я думаю, что ты имеешь полное право на эту тему говорить, и у тебя есть огромный опыт. И я бы хотела попросить тебя, чтобы ты рассказала о своих пациентах, если они не смогли в это время присутствовать в Зуме, потому что нам хотелось бы видеть результаты. А потом люди, у которых есть результаты, могут поделиться с нами своими. Хорошо, спасибо, Лена, за такие приятные слова. Ну да, у меня пациенты, конечно, в основном те, которые потел, да, там шеи, руки, ноги, суставы, головы и так далее, да. И вот те продукты, о которых я вам сейчас рассказывала, в принципе, это и есть те программы, которые я рекомендую. И я вообще, когда работаю, сразу же договариваюсь с человеком, что мы работаем по прияде здоровья, то есть по концепции здоровья. Я же и не беру. И у меня даже такая грубая шутка есть. Я говорю, что мой кошелёк-то не обидится, если вы будете приходить ко мне всё время, но ваш может обидеться. Ну вот, и вот такие самые крутые, конечно, ну я сама самый крутой, потому что в то время, когда это со мной случилось, у меня был очень тяжёлый период жизни. Я была практически без денег, без дома, то есть с ребёнком на руках. И, ну, очень такая болезненная ситуация. И вот когда вот это случилось со мной, у меня спина вообще-то уже со школьных лет болела. И никто ничего не мог найти. Потому что я молодая была, и вообще-то не спина болела, а где-то в паху у меня было так, что я вот когда посидела, встать не могла, да, там что-то. И на рентген в крутой арс ходила, и всё, никто ничего не мог найти. И тогда, когда я уже в Швеции жила, опять случился такой кризис, кризис, пошла к доктору, и мне прописали просто обезболивающую таблетку. И сказали, что, ну, это болезнь уже нового, ну, твоего молодого поколения, понимаете. Никто даже не заморачивался на это. Потом, когда я уже вернулась, уже в Латвии жила, и то же самое, да, пошла к доктору, чтобы направление на МРТ получить, да. Да, меня сначала хотели отправить к гинекологу, потом рентген сделать, еще что-то, и не посылают туда, куда надо посылать, да, понимаете. Это целый такой большой цикл. И я всегда была очень такая лока, ну, гибкая и спортивная, и всё. И, конечно же, это очень-очень осложнило мою жизнь. Я очень пополнила. Я, ну, ладно, целая куча всяких еще в добавки получила. И тогда, да, тогда вот что хочу я вам донести. Я начала заниматься специальной такой гимнастикой для оздоровления спины, которую, кстати, я сейчас и сама веду. И начала вот идти по концепции здоровья. В то время как раз встретила свою любимую подругу и коллегу Диану Даугавит, да, то есть благодаря ей она меня ввела в это всё, да. И когда я вот эти две, ну, эту три я начала реально в жизни практиковать, я сама себя поставила на ноги. И до сих пор… Зато, да. До сих пор, даже когда какой-то момент кризиса происходит, вот как, например, этим летом я прыгнула с высоты, и, по-моему, что-то там случилось, да. Но вот через вот этот подход концепции здоровья и вот этих продуктов, о которых я вам рассказывала, я уже себя сегодня чувствую очень хорошо. И вот на мероприятии Лена видела, да, как стройно, хорошо я стояла, и всё нормально, да. То есть это возможно, друзья мои. Только надо упорно это делать и всё время. Не периодически, а всё время. Потому что, ну, теоретически говоря, да, вот через 15 лет будут абсолютно новые кости. Но поймите одно, клетка делится, и клетка рождает себе подобные. И если клетка уже изменена в тот момент, она будет рождать изменённую клетку. И это не будет 15 лет, которые пройдёт, чтобы вот новая хрящ появилась или кость. Нет, она будет чуть лучше, чем предыдущая. И поэтому это вообще-то образ жизни. Это если уже есть проблема или есть тенденция на это, то это просто каждый день, каждый божий день. Вы водичку должны пить, зарядку утром делать, что очень важно, да. Релакс для тела надо делать, да. То есть снимать вот эти стрессовые ситуации, то есть во всех властях работать. Вот это хотела я сказать. И тогда, возможно, без хирургических вмешательств. Ещё один пример. У меня есть одна клиентка, которая уже подругой стала, да, пришла ко мне с хроническим коленом. Ну, это значит уже хроническая проблема, да. Там в молодости травмированное колено было. Она танцует, и ей вот это колено мешает, да. И тут очень-очень чистый такой результат как раз по воде и белурон. Это единственное, что она в хорале брала, это хоралмайнд и белурон. Ну, и, конечно же, мы с ней работали, да. И да, прошло какое-то время, ну, может быть, полгода, когда она так поняла, что, ой, колено вообще не болит больше, да. Ему уже знакомые лет пять, по-моему, да, и колено больше её не беспокоит. Но белурон она пьёт два раза в год обязательно, да. Это ей помогло, и она поддерживает себя в такой форме. Ну, это две такие... Лена. Два таких шикарных результата. Во-первых, твой это... Я, например, тоже считаю, что ты должен заниматься каждый день, потому что у меня тут небольшая травма была спортивная в пояснице, которая меня всё время заставляет быть в тонусе и очень ответственно подходить к этому. Я для тебя выработала такое правило, что если я утром зарядку не сделала, то я не завтракаю. Ну, то есть у меня своя награда, потому что лень никто не отменял, и всегда находятся дела и случаи, когда ты можешь, хочешь, спилонить от этого дела. Но я точно понимаю, что за меня это никто не сделает, и чем старше становишься, тем больше понимаешь, что это твоя ответственность. В каком состоянии ты придёшь к своему 70, 80 или 90-летию? В каком состоянии ты придёшь? И сегодня ты можешь на это плевать, но как-то это дерево растёт долго. Чтобы собрать плоды, ты должен сегодня его посадить и добросовестно за ним ухаживать. Тогда будет совсем другое впечатление. Спасибо. Можно я ещё добавлю? Можно добавлю, да? Ещё две вещи хочу сказать. Когда вы занимаетесь своим здоровьем, если вы начали к терапевту ходить, или что-то добавки питания, это ясно, само собой, то у меня большая-большая просьба, друзья, доходите до конца, не прекращайте этот процесс на полкуте. Потому что я иногда сталкиваюсь с тем, что человеку стало лучше, и всё, он пропадает на какое-то время. Но организм ещё не адаптировался, это там ещё не укрепилось. Поэтому начатый путь к своим терапевтам или фитнес-тренерам, доходите до конца, пока организм реально изменится, и это всё укрепится. И второе, что вот деток тут увидел, она вспомнила, да? Наверное, вопрос, а что делать с детьми и молодыми и так далее? Потому что, друзья мои, сегодня очень опасная ситуация есть. Вот как на русском, на ладышком это звучит, сазыня скаклс. Вот это, когда в телефонах сидят, в планшетах, да? Шея, ну как это диагноз называется? Шея-компьютерщик. Ну, идею поняли, да? Потому что сейчас есть официальные статусы. Сейчас даже у нас в Латвии есть в реабилитационных центрах как раз программы для вот этих шеи, да? И особенно большая опасность это с детьми. У них большие головы по сравнению с телом. Потому что тело растёт, а голова в принципе не будет особо меняться. И вот эта огромная голова на тонкой шейке, когда вот так. Друзья мои, вы потом будете тратить кучу денег, чтобы привести своих детей в порядок. Поэтому думайте, как они смотрят, как часто они это делают. И лучше потратьте это время, играйте с ними так, чтобы они больше наверх смотрели. И второе, добавляйте в питание. Ну, смотрите, вот что очень важно для организма растущего, да? Это хорошие жиры, чтобы были, да? Сера, чтобы они получали. Но если это нет в питании, то какую-то часть вот этой капсулки просто подмешивайте и давайте своим детям, да? Потому что они сейчас живут в технологической эре и опасны вот именно с той точки зрения. И на глаза это тоже даёт большое давление, да? А через глаза это идёт позвоночник. Это поколение для физиотерапевтов, я вам скажу честно. У нас работать никогда не будет делать, да? Но вы можете научить своих детей правильно и смотреть в телек, и всё. То есть наблюдайте за этим, да? Это просто мой, как мама, такой большой-большой совет и просьба. Спасибо. Я думаю, это очень было ценное замечание, что мы, во-первых, на это обращали внимание. Где-то мне попадалась картинка, сколько килограмм весит шея, если она в этом положении, в этом и в этом. Какая идёт нагрузка на позвоночник? Если у кого-то есть такая картинка, поделитесь. Это в интернете можно найти. Очень много есть вот этих, да? Вот при определённом наклоне как возрастает вот это 20 килограммов, вот так будет, понимаете, маленьким ребёнком на тонкой шайке. Хорошо, спасибо. Есть ли у нас люди, которые хотят поделиться своим результатом в теме своего позвоночника? Ну, я, например, белурон пью каждый квартал, потому что раз в полгода мне не хватает, потому что дело у меня идёт уже к 70 годам, и свои, как бы, травмы, и всё остальное, и кожа, и моя любовь загорать на солнце, она как раз всё в этом деле. Ирина, пожалуйста. Да, здравствуйте всем. Я хотела бы рассказать свою историю. Перед тем, как я пошла по концепции здоровья, у меня были проблемы с суставами. У меня очень сильно болело колено, но я не знала, да, что мне делать, мазать какими-то кремами, это бесполезно. И была такая мысль, что, скорее всего, мне придётся идти на операцию. Я даже смотрела, выбирала хирургов каких-то и так далее, потому что был такой момент, что я даже иногда прихрамывала. Вот. Но когда я пошла по концепции здоровья, очищения организма, я даже себе и предположить не могла, да, что у меня будут улучшения, потому что, ну, я думала, ну, очищение организма, это, наверное, там вес уйдёт, вот что-то такое будет, но конкретно я ничего не знала. И по итогу, когда я проходила программу ДОКС, был один такой день, когда у меня было ухудшение, то есть такая острая боль была в колено, как будто вот гвоздь туда забили, я и не могла на него встать. Это было буквально один день, и на следующий день у меня боль вообще пропала. Вот. И с этого момента у меня вообще суставы перестали болеть. Это, конечно, было для меня очень-очень большое удивление, да, и до сегодняшнего дня я вообще не ощущаю никаких болей. Вот это вот чудо на самом деле какое-то. Да, спасибо, спасибо, Ирина. Я думаю, что ты ещё вес немножко сбросила, то есть уменьшила нагрузку на суставы, потому что люди, у которых, например, двойной вес, они просто, им физиологически рекомендовано вес сбросить, потому что уже кости не могут выдержать такого огромного веса и повышенной нагрузки. Спасибо. Инга. Добрый день. Я хотела рассказать о результате своём. Уже он два года обратно получил травму на руке, на костяшке. Вот здесь вот этот сустав опух болезненный, внутри как бы зуд был. Ну, понимали, что жидкость вытекла из сустава, да, потому что кожа приподнялась, и он неестественный выглядел. Был такой дискомфорт. Он сходил ко врачу, чтобы получить помощь какую-то, чтобы снять вот это воспаление и боль, да. Но, к сожалению, врач, ну, ничего не помог, да. И так моему мужу пришлось смириться с этой ситуацией. В итоге мы, конечно, решили почистить организм. Он со мной согласился. Три месяца прошли концепцию здоровья. И потом я решила на чистый организм, как у нас по правилам здесь говорят в коралл-клубе, что можно пить вот такие хорошие вещи для суставов, для соединительных тканей, для связок, да. Вот у него были проблемы со связочным аппаратом по генетике. Это видно было по папе. И когда он пропил вот курс целый, вот этот билрона, две бутылки у него, под конец курса он мне поделился, что прошел вот этот сустав. Он как бы стал таким же самым, как и остальные. Это для меня такой результат, который я вообще не ожидала. Вот. И, конечно, другие результаты появились. Улучшение немножечко со зрением. И у нас появилась мотивация работать дальше с этим продуктом, потому что мы заметили его эффект. Но еще вот, как говорила Ира в своем оповещении, что она во время очищения получила как бы такую боль. У моего мужа во время приема билрона тоже появилась боль в суставе. А я слышала лекцию как раз перед этим докторов Подхомутникова, которые рассказывали, что это нормальная ситуация, что вот эта старая жидкость в суставе заменяется на новую, и чашечки раздвигаются, и поэтому может быть такой дискомфорт, как боль. И мой муж ощутил эту боль. И это был признак того, что этот продукт очень хорошо работает. Мы вообще довольны этим продуктом. Спасибо. Спасибо, Ира. Очень приятно. На самом деле, если, например, как бы нуждается в таком продукте, в коррекции, то я ему рекомендую пить этот биллон не во время интенсивных тренировок перед ответственным соревнованием. Найти все-таки такой период, когда ты будешь в более лайтовом режиме. Да, Эвочка? Я хотела еще вот такую заметочку сделать про боль. Спасибо за это. Очень важно понаблюдать и характеризовать свою боль. Потому что боль, она вообще-то хорошее явление. Боль сигнализирует мозгам о состоянии в организме. И вот очень интуитивно мы чувствуем, когда это опасная боль, а когда это некомфортная боль. И очень часто говорится, не нравится мне эта боль, не болит, но что-то такое неприятное. И очень часто я эту боль называю как боль регенерации. И чтобы понять, что это за боль, вот наверняка у каждого в жизни было так, что вот онемела там рука или нога, да, мы там спали на руке или там что. И когда кровообращение там в капиллярах возобновляется, есть очень неприятное состояние в какой-то момент, да, такая вообще кажется, рука или нога совсем какая-то чужая, непонятная, и очень противная вот это слово, противная боль. И если вот такая противная боль появляется, то радуйтесь. Это значит, что восстановление идёт, да. Это вот тоже похоже, как раны, когда заживляют, да. Они болят, неприятно. Это боль регенерации. Спасибо. Хочу добавить, что работал доктор Хаммер, он говорил, рубцы болят только, когда заживают. Мышцы болят только тогда, когда они растут. То есть, если у вас послеоперационный шов вдруг заболел или стал чесаться, значит, там пошли уже такие процессы. Просто это нужно понять, что рубцовая ткань, она даёт сигнал только тогда, когда она растёт. У нас есть ещё люди, которые хотят поделиться своими результатами, или мы можем завершать эфир. Кто есть, включайте и говорите. Ну, тогда мы будем завершать. Спасибо всем большое за участие в нашем зуме. Спасибо, Эвочка, что поделилась своими результатами. Будем ждать от тебя других результатов, и чтобы ты принималась почаще участие в наших вебинарах. Спасибо большое. Спасибо, и будьте здоровы все. Игорь Негода.